Здравствуйте, дорогие друзья! Я Наталья Белякова. Приветствую вас на Медиаметрикс Питер и приглашаю в Гранд Тур. Путешествия за новыми смыслами на территории туризма. Друзья, совсем недавно были подведены итоги ежегодной премии, самой главной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. И сегодня у меня в гостях гости, без которого не обходится ни один год нашего вещания. Геннадий Шаталов, основатель, идеолог. Я хочу сделать акцент именно на этой регалии премии Russian Event Awards. Геннадий, во-первых, большое спасибо за тот феноменальный груз ответственности, который ты несешь, взял, несешь, объединяя отрасль и событийщиков. Именно премия позволяет фиксировать те новые стандарты, к которым приходят новые тренды, к которым приходит отрасль, с каждым годом развиваясь. Потому что Russian Event Awards, имею честь быть членом жюри, и три года назад, и сейчас это совершенно растущий уровень проектов, ты, которые пестуешь от и до, проводя их, совершенствуя их как туристический продукт. Потому что мы сегодня, уважаемые коллеги, сделаю еще раз на этом акцент, мы будем говорить именно о туристических событиях, событиях, которые развивают территорию. А когда, как не сейчас об этом говорить, когда туризм, по сути дела, остается, мы с тобой говорили, единственной мягкой силой сейчас, ввиду этих спортивных наших сложностей. Каким образом, а какие тренды основные ты видишь по итогам 2019 года, по итогам премии 2019 года? Ну, во-первых, спасибо за приглашение, и я рад, что мы как бы подводим итоги уходящего года, и наступающего начинаем уже отслеживать и тренды, и их запускать. Мы об этом и вчера говорили, и я рад, что это традиционно происходит у вас в студии, в твоей программе, и это очень классно, это очень здорово, и, наверное, хорошо, что это случилось именно в январе. Вот сейчас мы задаем на 2020 год, осмыслив все тренды, все последствия, то, что произошло в 2019 ушедшем от нас году. И одним из того, что ты помнишь прекрасное то, что в 2019 мы заложили основу одним из трендов в нашей премии, что она вышла на международный уровень, и в 2020 это будет усиленно продолжено. Мы рады, что уже в Самаре в финале у нас было два зарубежных проекта, это «Белорусы» и «Прекрасный день рождения Шерлок Холмса» из Латвии. Причем эти проекты, они органически появились в премии, да? То есть, вот он, тренд, как вот я понимаю, он пришел сам с собой, когда события стали, сами пришли к премии, да? События с высшего повсоветского пространства. Потому что мы как бы пересеклись с их организаторами, более того, даже не с организаторами, а как выяснилось, с теми активистами, которые вот душой в этом проекте, мы встретились там по весне на одном из мероприятий, просто сказал, они говорят, да, мы хотим в это пространство, да? То есть, событийный туризм, это как на сегодняшний момент, да, с учетом, вот ты правильно отметила, что мы вот уже обсуждали, вот этой нашей экономической определенных санкций, да, масштабных, в том числе в спортивные, вот куда уже перекинулись эти санкции, там на четыре года, да, вот это ужесточение. Получается, что вот событийный туризм и туризм в целом, но именно через события, это как инструмент такой народной дипломатии, да, установления, продолжения тех самых коммуникаций между просто жителями разных стран. Потому что все мы хотим все равно хлеба и зрелищ, мы хотим развлечений и так далее. И мне очень понравилось, ты помни, вот вчера был этот прекрасный круглый стол, да, в рамках форума, где представители Латвии представляла календарь событий, тоже они представляют его как событийный туризм, как основной инструмент привлечения внимания к своей территории. Мы видим очень много одинаковых форматов событий, но с углублением в свою национальную идентичность, да, и что понравилось, она в ее презентации, я как бы... Марина Гунара, да, это профессор Балтийского университета. И оказалось, что мы участвуем вместе в одной панели, в одной дискуссии, и как одной из гордостей, да, на одном из кадров она приводит там пример участия в фестивале День рождения Шерла Холмса в Рео, да, выводит награды, говорит о нем, то есть это, конечно, было приятно, и самое-то интересное, что, как мы узнали из ее выступления, но я это и знал, да, но более широкая аудитория, что это, в первую очередь, фестиваль, который организован и делается русскоязычным населением Латвии, да, и они очень активно в нем участвуют. То есть ты хочешь сказать, что страны, которые, с которыми сейчас будут переговоры, и от которых, события, от которых будут участвовать в премии, это события ориентированы на русскую аудиторию, то есть премия называется Russian Event Awards, то есть это будет for Russia, да, для русских событий, или ты будешь, они, страны будут иметь возможность любые события презентовать в премии? Любые, в первую очередь, конечно, ориентированные в том числе на россиян, которые могут приезжать в эти республики. Ну это логично, да, все-таки название. Да, потому что они тоже, как и другие государства, борются за туристы из России. Вот, по крайней мере, в Киргизии мы уже эту тему обговаривали, да, там, с киргизскими коллегами. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы приезжали россияне, так же, как в Армении и в Азербайджан, они заинтересованы. Но мы бы хотели, чтобы они представляли свои, вот, чисто события, все-таки популяризирующие свою территорию. И тем самым мы хотим не просто показать эти государства с их туристическими событиями, но и расширить. Но самое главное, мы хотим, чтобы это использовать этот канал для продвижения России или российских событий, чтобы и на этих территориях больше узнавали о российских событиях, о российских регионах. То есть это вот такая, как бы, одна сначала коммуникация, казалось бы, с русским говорящим населением на территории этих. Но с другой стороны, это и для, в том числе, вот мы ведем, там, переговоры с Болгарией, да, чтобы они представляют у нас свои события, там, ориентированные, там, чтобы приезжали россияне на курорты Болгарии, да, вообще на территорию Болгарии. Но мы бы хотели, чтобы они через этот конкурс, через нашу премию узнавали о российских событиях, с удовольствием выбирали те или иные регионы. То есть это вот именно... А если в аудитории будут не только событиички, но хотя бы без, ну, как бы, да, наблюдающие еще и туристические компании, которые могли бы сразу определить те события, на которые они могли бы сделать продукты в Россию? Потому что мы именно как раз-то эти переговоры мы ведем на уровне вот офисов туристических, да, то есть привлечением, что это были или туристические офисы, или компании, или министерства туризма, но имеющие отношение к развитию туризма. То есть выстраивание таких вот своих путей, да, своих прямых коммуникаций регионов с другими территориями, вот через события. Потому что в том числе вот с Киргизой мы очень бы хотели, да, и есть такое, допустим, в 20-м году знаменитые игры кочевников, да, там они пройдут там интервью Турции, да. Так почему бы их через какое-то время не провести, допустим, в республике Башкирия, да, который тоже является активным участником, да, тем более это мировой бренд уже, да, сформирован, на который огромное количество стран приезжают, и наши выезжают на их участвовать. То есть нам нужно создавать свое вот это вот такое сообщество. То есть ты имеешь в виду, чтобы еще одна цель, как она вот сейчас услышала, да, от тебя, чтобы наши событийчики увидели продукты, которые они могли бы франшизировать к себе, да, на свою территорию. А тебе не кажется, что это, ну, чуть-чуть уже начало органически происходить, потому что некоторые события уже ищут, да, партнеров или аналогов своим событиям за рубежом. Вот я сейчас, пока тебя слушала, вспомнила про Вишневарова, которые, да, белорусский, по-моему, аналогичный праздник нашли. Есть еще какие-то примеры? Это тракторный биатлон, республика Удмуртия, да, они же его, это вообще уникальная такая инициатива, да, там, это населенный пункт, там, Кевара, да, в котором вот эта вот история родилась, это инициатива местных, трактор как средство передвижения, да, между стрельбищами, да, то есть это прекрасная история. Но ведь именно, вот они выиграли гран-при, там, они, то есть стали лауреатами Russian TV, продолжают бороться, да, а в 20-м, и самое интересное, в 19-м году это же было реализовано, совместный проект с белорусами, с Белазом, с Белазом, то есть это история, то есть команда там и трактора прибыли в Беларуси, вот для участия, да, и вот буквально в феврале делегация Удмуртия выезжает в Беларуси для бизнес-миссии, для закрепления, в том числе. Сотрудничая в этом вопросе, и включаются другие уже регионы, чтобы участвовать в Мурском проекте, да, тракторного биатлона, то есть одновременно это и популяризация для белорусов, конечно, это популяризация их тракторной техники, да, но для нас это, для сельской территории, это прекрасное событие, на которое приезжают, и вот именно, вот это и есть народная дипломатия, да, экономическая уже, затрагивающая экономические вопросы, В итоге развитие с одной стороны бизнеса, а с другой стороны территории, и укрепление вот этих вот связей между активными людьми. Да, мне даже, вот я сейчас понимаю, что это даже не момент, ну, одно из направлений, может быть, вот такого вот взаимного опыления, там, с мыслями, это франшизация, да, то есть человек видит, что событие хорошо работает, допустим, там, в Киргизии, почему бы его не привезти в Россию, да, это такая для событийщиков понятная история, да, но и создание, такие, знаешь, вот есть города побродимы, а есть события побродимы, да, вот, то есть события, которые бы взаимно продвигали друг друга. Потому что они в разных, да, то есть белорусы продвигают, будут говорить вот там о том, что они участвуют в Удмуртии, лишний раз появляется запрос, там, интерес, а что ж такое Удмуртия, да, там, почему бы не сесть у белорусов, у нас, соответственно, возникает наоборот, то есть нам нужно как раз-то вот поддерживать, и мы его планируем, и вместе с коллегами по экспертным советам, с тобой в том числе, да, вот эти вот истории взаимопроникновения этих событий, дело даже, правильно говорить, что не о неких франшизах, да, а создании вот в том числе новых, новых таких событий совместно, как, ну, скажем, как и одно время вот эти совместные предприятия, да, так и совместные события. То есть на укрепление того или иного события с определенным участием другой стороны. И мне кажется, даже... То есть как регионы сейчас начинают, почему нам не выстраивать уже международные события, в которые участвуют люди? Да, тем более, что есть же, ну, это не секрет, сообщество, особенно если события какой-то с яркой выраженной такой, знаешь, своей обычной составляющей, ну, игры кочевников, например, да, то есть существует сообщество или сообщество людей, или сообщество людей, я даже вот лучше есть пример, которые ездят на мероприятия, связанные с управлением лошадьми, джигитовка, либо какие-то казацкие истории, да, и в принципе им интересны все виды управления лошадьми там, да, на разных территориях. И используем их в том или ином контексте, да, на тех или иных интерактивных площадях. Вот это братство может соединяться и, соответственно, какие-то киргизские традиции, или, не знаю, там ловчие птицы какие-нибудь, да, там фестиваль, да, вот, и киргизские традиции, и традиции башкирские, и традиции там юга России, и это будут разные события, но пока они существуют, вот где-то существуют шермицы, где-то существуют отдельно наверняка, ну, там, ну, давай уж замахнемся, там, лондонский дерби, там, пускай, да, вот, но они, люди их сейчас объединяют, да, то есть те, которые путешествуют от события к событию, а событийщики вот так вот кросс-прома, ну, не всегда используют. Вот такое ощущение. Потому что вот ты сказал о лошадях, да, это прекрасная тема, как вот, допустим, о Алтайском крае во время их сибирской масленицы, да, проходит за беги троек, да, это прекрасно, я это видел, это потрясающе, я никогда не жал, потому что это очень сложное управление тройками, да, оно вовремя, потому что это очень сложно, это ни одной лошадью тройка, она бежит там по особым законам, как бы, да, но при этом... Ну, знаешь, я недавно нартами управляла, там два оленя еще сложнее. Еще сложнее, да, но самое главное, что еще вот под Владимиром, да, в Багдаре, да, у тебя Копинский, да, вот, развивает тоже вот сейчас это Владимирскую тройку, то есть есть такие вот, из главных, знаешь, вот их взаимопроводновение, взаимосоединение. Организационное и продвиженческое. И продвиженческое. Потому что одна из проблем у нас, да, это неумение упаковать и продвинуть продукт. И самое сложное, мне кажется, что, знаешь, сейчас создать, понятно, монополия на внимание, и очень сложно получить. И если ты получаешь вот свою, как бы, долю потребительского внимания, вот создается сообщество, вот как марафонские, марафоны, да. Ведь раньше они конкурировали между собой, сейчас они все собрались, марафончики, распределились по году, и они это сообщество не выпускают. Они вот одного события к другому передают. Потому что мы же живем в эпоху экономики впечатлений и так далее, но и в том числе надо не забывать, что Талер, да, там, получил Нобелевскую премию за поведенческую вот эту экономику, да. А ее одно из того нужно направлять, нужно подталкивать, нужно подталкивать к этому выбору, да. И когда вот это нету объединения в сообществе, это перепутанный календарь, якобы вот эта вот лишняя конкуренция, ненужная вполне, поэтому те же марафончики, да, там, они стояли перед выбором. Сейчас он не идет туда, не туда, а когда выстроены уже календари, не зря вот они там мировой и так далее есть, он понимает, он спокойно пробежал там, дальше он начинает подготовку к очередному, то есть выстраивается, то есть его подталкивает к участию, потому что там набор определенных баллов, набор этих километров, набор этих побед, да. Мне знаешь, еще вспомнилась, кстати, вот аналогия очень хорошая, ведь нас к этому даже онлайн-среда подталкивает к такой логике потребления, вам также может понравиться, да, вот этот вот, это же такая же история. Если мне где-то понравились кони в России, то велик вариант, что они мне понравятся там в Киргизии. Абсолютно верно, да, потому что это же есть, вот поведенческая экономика, она в том числе задействована ее элементами, когда-то там на одном из какого-то сервера, там, сайтах, площадок, там, смотришь тот или иной фильм или скачиваешь ту или иную книгу, да, там, купил ее, он тебе выдает далее, что еще бы хорошо почитать вот это, да, там, которое в Святске. Или то же самое набор событий, не просто, а он, ты интересуешься, эта тематика, он тебе их подсовывает, как бы, да, он тебе их рекомендует, и это очень важно, объединение вот этого сообщества. И вот выпуск, там, очередного, там, четырех-то уже сборника, вот, пора путешествовать по России, мы как раз-то продолжаем, и плюс в рамках премии, там, вот, что мы сейчас, вот, и Россия событий, да, там, форум уже пятый год. Вот, мы планируем еще и в Иркутске провести, да, то есть уже идти больше в регионы, запуск вот этих обучающих мероприятий, семинаров, идти уже на детализацию, на детализацию и на объединение. И в том числе, конечно, одна из проблем, с которым мы продолжаем работать, и благо, что у нас есть и экспертное сообщество, и уже понимание на местах, это персонификацию каждого из событий. Потому что, вот, мы видели вчера прекрасно, тоже Латвия презентует ряд событий, да, то есть, да, они походят. Вчера нужно сделать оговорку, да, о каком событии мы все время к нему отсылаем, потому что, да, что были решены, да. Потому что, да, Енадий, я в нем участвовал, это евразийский ивент-форум, да, на котором мы имели честь принимать в нем участие, и там, как раз, да, обсуждалось, поднялась так органическая тема. Моя панельная сессия называлась как раз «Маркетинг влияния», и мы говорили про амбассадоров событий. Да, это одна из важнейших тем. И продолжим об этом говорить. Когда? И продолжим. 14 марта в рамках форума образовательного, Всероссийского 5-го, уже образовательного форума России событий, потому что вот вчерашняя дискуссия, в которой ты принимал участие, и Александра Юркова, которая будет спикерами нашего форума, это одна из важных, это амбассадоры событий, это одна из важнейших тем, как использовать лидеров общественного мнения, экспертное сообщество для правильного продвижения. Как это выбрать? Потому что, чтобы не было мучительно больно, когда происходит выхолощивание термина «амбассадор», мы видим массу уже примеров, когда это присваивается, как-то назначается, присваивается, и непонятно, насколько, что кому соответствует. И причем непонятно не только тому, кто, непонятно самому амбассадору, которому вот, значит, ты зазевался, я говорю, тебе вручили диплом. А что дальше? Во что я ввязался? Во что я ввязался, что от меня ожидают, что я должен, потому что мы помним вчера эту презентацию, в том числе, Санкт-Петербурга, такой правильный проектный подход, и мы тоже хотели бы их пригласить к дискуссии, да, вот показать проектный подход, и я рад, что вот... Что мы об этом говорим в Петербурге с тобой. Да, потому что это вот правильное такое, знаешь, вот изначально, и очень классный вопрос, который ты задала там уже представителям Санкт-Петербурга с представлением, а результаты или оценка эффективности, да, амбассадора? Знаешь, я этот вопрос был, потому что я принимала участие в разработке программы, поэтому это было самое сложное, самое сложное во всем контуре. Вот этого присвоения с отчетом, значит, какой результат, да, если он стал амбассадором, если он понимает четко, что от него требуется, тогда и можно прописать, что мы хотим на выходе получить. И он, в свою очередь, и страна, там, организатор событий или страна, руководитель проекта, амбассадором, который он стал. А когда не прописаны критерии взаимодействия, соответственно, нет критериев и оценки этой деятельности, а если нет оценки деятельности, то что? Это просто ни о чем, мы же понимаем, это выхолощивается, это понятие, и в итоге это приходит к печальному результату. Самое, как бы, минимум, это то, что амбассадор не отработает, но есть же и более, как бы, такие, более жестокие последствия, да, когда выбираешь не того амбассадора, да. Или амбассадор, ну, вот с амбассадорами вообще всегда есть риски в работе. Мне просто, знаешь, очень хочется, чтобы, вот вчера я на этом, да, как модератор делал акцент, и мне хочется, и что, когда мы будем про это говорить, и вообще предостеречь всех событийщиков, да, я уверена, что нас смотрят как раз достаточно много представителей нашей эфиры именно вот, да, этого направления профессиональной деятельности, пожалуйста, не хайпуйте, осторожно с амбассадорами, потому что амбассадор... Амбассадор – это всегда личность, если мы посмотрим, каким образом уж, казалось бы, коммерческие бренды, которые прописывают каждый шаг, там, бренд Омега, который, какие часы, там, или любой другой, и то, все, все, кажется, себя обвиховал, бах, за допинг, бах, семейный скандал, еще что-то, это личность, это вот издержки работы с персоной, с человеком. Да, Наталья, ты же прекрасно понимаешь, потому что, да, это работа с личностью, но для организаторов событий, в первую очередь, туристических событий, ты видишь, как этот рынок растет, они улучшаются, да, то есть многие регионы уже выросли с хорошими событиями, вырастили их, и как раз-то им нужны амбассадоры, но они должны четко сейчас понимать, во-первых, прописав уже свое событие, в том числе, как с точки зрения бренда, да, какая система ценностей, что они несут, как миссия, какова миссия этого события, в том числе в развитии своей территории, на которой они проходят, систему критериев определенных ценностей, платформу бренда, и уже с учетом этого, понять, какие люди, подбирать, подбирать, кто соответствует, чтобы он транслировал эту систему ценностей, чтобы не получалось не то, что там этих скандалов, которые иногда там можно не предусмотреть, случается, но чтобы это не было, потому что человек там исповедует, скажем, летний отдых, да, а его предлагают, там, он становится, и он везде говорит, я не люблю зиму, а тут смотришь, а он становится этим, неожиданно, амбассадором зимы и так далее, и ты возникаешь вопрос, ну, то есть, это история за деньги, без каких-то вот системы ценностей, то есть, что он будет транслировать, ведь же это очень важно. И кроме того, ну, если мы говорим о таких вот туристических крупных событиях, то, как правило, амбассадору привлекается пробу ООНа, да, если это какое-то событие, ну, там, не связанное, там, напрямую с, ну, не узкоспециальные события, где узкоспециальные, там, вот, мы вчера говорили, эти механизмы и конверсия, продаж билетов, если это какое-то крупное событие, там, допустим, знаковое для республики, понятно, что для области, для региона, да, понятно, что амбассадор будет, да, или для крупного города, да, да, амбассадор, скорее всего, он будет привлечен пробу ООНа. Хорошо, он согласился, он вписал в нашу систему ценностей, но вот самый важный, ну, один из важных моментов, нужно же дать ему инструменты для того, чтобы он, мало того, что идеально знал события, регион, там, от и до, да, чтобы он знал, не придумывал сам, а чтобы он знал, с какими словами, с какими мыслями организовывать площадки, на которых он будет это говорить, и вот тогда это будет работать. Где он будет об этом говорить, и что транслировать, а иногда сталкиваешься сейчас, он вроде амбассадора, и начинает говорить, а он, ну, как бы, чтобы это не получалось, в разрез, там, смехи целей с ними. Ну, про отдельная наша любимая история, с тобой интерференция амбассадорства. Да, и тут немножко амбассадора, и еще тут амбассадора, а то, что, как бы, совершенно разнонаправленные имиджи человек объединяет в себе, да, это, конечно. Да, и это, а в итоге... Понятие. Это может выхолачиваться понятие, и в данном случае неправильный выбор, да, вот этих, или акцентирование на тех или иных вопросах при его продвижении этого человека, это может получиться, наоборот, во вред, что сейчас пока вот уже начинает некоторые истории не срабатывать, а больше становится, так, немножко с усмешкой, думать, ну, да ладно, понятно, денег, как бы, и так далее. Мы же понимаем, что выбирается четкая, там, персона, и так далее, да, которая бы работала на это событие, работала на эту территорию. Очень важно, очень важно. И я считаю, что вот эту тему, которую мы, именно для организаторов, да, это будет и живая у нас дискуссия, и некий алгоритм попробуем сравнивать вот в неком вот этом рабочем пространстве на форуме России событийной, которая бы помогла, потому что у нас, ты видишь, есть прекрасное экспертное сообщество, да, в премии, которые бы могли стать, с одной стороны, не просто амбассадорами, но еще и экспертами, ведь это тоже важно, а не всегда, как некоторые считают, там, нужно привлечь, там, с миллион, блогера, там, с миллионником и так далее, но мы же понимаем, что не всегда это работает на некое событие, которое заточено, там, на определенной аудитории. Она может не работать, он ее может просто не знать. Ты знаешь, еще такой вот важный момент, почему амбассадорство, вот мы про него сейчас говорим, это мне вчера после дискуссии на евразийском ивент-форуме было несколько диалогов, связанных с тем, что сейчас регионы начинают достаточно активно выезжать на выставки, да, они субсидируются в международной выставке, понятно уже, регионы научились очень четко, ну, мало того, чтобы брифовать сотрудников, да, они понимают, что это все равно инвестиции, которые должны быть, да, объяснены, оправданы, ну, а лучше всего, что они должны быть, естественно, конвенциированы, должны быть маржинально, да, маржинально вырасти в какой-то концепт. И вот как раз правильная созданная линейка амбассадоров или событий с амбассадорами в регионе, это как раз напрочь снимает вопрос, и вот мы об этом вчера вот говорили после сессии там с коллегами, напрочь снимает вопрос, кого ввести на стенд. Да. Потому что, понимаешь, это же очень, такая совершенно рабочая, ну, я просто прикладной сугубо человек, да, вдруг неожиданно какие-то люди, откуда-то имеющие отношения, что они скажут. Что они скажут, да. В такой момент и так далее, потому что, ну, те, стоящие у руля этого проекта, не могут, не всегда могут быть тут же, да, контролировать, они куда-то зашли, а там он донес что-то не то, а когда отработанные, в том числе, линейки вот этих амбассадоров, в том числе, там, для конкретных, иногда это бывает, мировой опыт, да, для конкретных аудиторий и так далее, ты уже знаешь, что от него ожидать, что от него транслировать, потому что это проговорено, это прописано, это как-то уже опробировано, и ты тогда спокойный, и в любой момент где-то всплывает какое-то мероприятие, нужно в нем участвовать, нужно представить бренд, ты не задумываешься, да, что... Кого бы дернуть там, да. Потому что мы, сколько мы видели, даже в рамках премии, да, финала, когда идет публичная защита, если иногда не приезжает, как бы, один из главных авторов, да, который горит, это же момент презентации, конечно. И приезжает человек, который имел опосредственное отношение к этому проекту, и мы видим, как проект теряется. Да, или функционер, который, ну, просто про другое, он вот смету прекрасно сделает презентацию, да. Он не передает основу суть вот этого события, что же там происходило, и в итоге мы видим, как это событие, ты просто не понимаешь, там, о чем оно, в том числе, он не может донести главные смыслы. А сейчас же мы четко понимаем, что люди вообще для чего там путешествуют, и там даже за время своих путешествий, я привел, что люди едут там, да, за новыми эмоциями, да, за новым впечатлениями, но еще и за новым опытом. Тот, который они не могут приобрести, сидя там в своей квартире, в своем городе, на своей работе, им нужно чего-то, хочется нового попробовать, потому что они понимают укрепление. Поэтому, или новые смыслы приобрести, это же одна из тем, сейчас там, куда идти, куда двигаться, в чем смысл, да, это же постоянный вопрос, который люди себе задают, как и молодые, так и среднее поколение, или там, особенно 50+, когда там выходят, начинают, а что же дальше, вроде бы это мы уже прошли этап, нужно чего-то другого, люди почему начинают больше ездить именно на события, увидеть что-то новенького, да, там, может быть, даже сферу деятельности. Увидеть, мне кажется, увидеть что-то новенькое в себе, вот знаешь, вот это очень важный момент. Да, а что я говорю, именно увидеть то, что там показывается, транслироваться, но приобрести новый опыт, пропустить его через себя, возможно, я говорю, там, начать что-то вплоть до нового, или как бы обогатить даже свою деятельность, но чем-то новым. Я убеждена, что человек абсолютно существует эгоистично, и он всегда путешествует с другим себе. Конечно. Скажи, пожалуйста, я провокационно тебе вопрос задам, ты уже являешься амбассадором чего-то или кого-то? Нет. Или ты амбассадор Рэа? Ты должен здесь так ответить. Ну, да, амбассадор... А честный основатель с функциями амбассадора. Ну, я бы даже, наверное, больше того сказал, не просто Рэа, да, потому что все-таки это 8 лет, да, вот уже 8 с половиной лет практически, да, конкурсу. Но ведь это же главное, что это вот ты сама прекрасно, вот работая среди коллег-экспертов, да, ты видишь, что наша главная задача, как организатора, там, моя, а исполнительный директ, там, Вероники Косых, и наших экспертов, да, с кем мы это работаем, наша же главная задача не раздать награды по итогам конкурса, да, в конце, там, года, теперь это всегда будет 17 ноября ежегодно, вот в 20-м году... А, да, дата закреплена, да? Да, это теперь 17 ноября, вот в 20-м году мы соберемся в Викторинбурге, потому что 17 ноября, вот, как бы, сообществом это вот решили, что это день событийного туризма России, потому что там 80... в 2012-м году произошла первая награда, вручили первым лауреатам, и ведь главная задача, что это мы просто подводим итог событийного туризма России в целом, да, то есть это же в течение года, это вот форум России событийный, это обучающие занятия, на местах работа с конкретными событиями, да, то есть в данном случае это развитие всего направления событийный туризм. Вот про развитие я тебя хочу сказать. Да, амбассадор идей в целом, я поняла твой ответ. Скажи, какое событие, ну, я знаю, что ты вот их пестуешь, я прям, когда ты сказала про 17 ноября, мне прям хотела сказать, цыплят по осени считают, потому что некоторые, значит, от цыплят выросли, да, вполне таких, и я не только про Скорлупина говорю. Скажи, пожалуйста, какие события, вот, за которыми ты наблюдаешь на протяжении долгого периода, в этом году, да, вот по итогам 19-го года, тебе особенно, вот, ты увидел в них какой-то новый рост, да, новый виток события, потому что они действительно, вот, как дети, вот все время, это аналогия, да, они очень, если, на самом деле, успех их востребованности в том, что они постоянно развиваются, потому что вот эта зацикленность на одном и том же, да, это единственное, что способно убить события. Ну, это однозначно, который продолжает на протяжении многих лет меня это, это великий болгар, который с идеей дошел до прекрасного события, это стало уже историей за деньги, за билеты и так далее. И у них пока нет амбассадоров, и мы про это поговорим. Это фестиваль сказок, сказочная кава в Тверской области, который из локального стал уже межрегиональным, приехали несколько регионов со своими сказочными историями, да, это вот развитие такое, на межрегион, что очень важно, очень важно, потому что должно консолидировать, да. Это фестиваль набережной в Самаре, да, вот это развитие, которое там в этом году новый виток получает, вот по итогам 19-го, мы это все обсудили, идет новое движение, да. Это прекрасно, вот сейчас я видел этот фестиваль, на, ну как бы он и был, уже вот пятилетие, это Кремлевская набережная в Казани, да, но это, в этом году это новая история, они добавили к ней именно смысловое содержание, то есть путешествие по Кремлевской набережной стало как путешествие королевства Чулкунчика, и это резко сработало на увеличении потока интересованного. Это Горьковская елка в Нижнем Новгороде, куда я вот третий год продолжаю встречать, Новый год приезжать, я вижу, как она растет по количеству, по качеству, по территории, да, по охвату и по количеству туристов, то есть я встретил там и коллег из Балакова, которые приехали, коллег из Ярославля, и из других городов Москвы, и других городов, которые уже вот поддались вот этой магии, поехали, да, то есть это вот такой вот набор, небольшой, да, но их увеличивается, увеличивается, да, просто у нас не хватит времени их все перечислять, потому что это в каждом регионе уже есть вот те события, которые являются таким флагманом, да, на которых смотрят, в том числе фестиваль там креативных санок Мамадыши, Санифест, да, который вот скоро там в феврале вновь соберется, там география уже там все по Волжье приезжает, да, побороться, казалось бы, небольшой городок, люди едут, потому что есть креативно интересные истории, истории для отдыха, истории для развития, и одновременно для среднего и малого бизнеса территории, которые... Да, это принципиальный момент, конечно. Это очень важно. Ну, слушай, ты назвал большое количество событий, как минимум 10 кейсов, да, о них подробно можно прочитать, да, в сборнике, да, пара путешествий по России, да, и на самом деле по, ну вот по итогам каждой премии выходит достаточно большое количество медийных материалов, да, которые вот посвящены тому, как развиваются события, да, поэтому все, что названо, мне кажется, должно быть исследовано. И встречаемся вот 14 марта на форуме России событийное, мы обсудим много вопросов, связанных с продвижением, и мы уже не будем говорить просто про персональные бренды, мы будем говорить вот об амбассадорах событий, что гораздо уже важнее стратегически, чтобы эту тему не захайповали и не выхлазили вот со временем, и это не было в ущерб событию и территориям в том числе. Тем более, что, ну, я все время про свою, видишь, международную грядку, да, тем более, что есть международный опыт, да, который, который просто говорит о том, вот есть грабли, они были такими, помнишь, как вчера, да, рассказывал Кузьма Леденев, да, про свои истории, вот, есть такие, такие, не наступайте на них, вот, тем более, что, ну, ну, вот, если плохо и неправильно, то очень можно быстро запустить программу амбассадоров и полностью вот девальвировать понятия, мы все время про это говорим, но это просто действительно вот о чем болит душа, да, вот, поэтому мы сегодня говорили о событиях, которые растут, да, о событиях, которые выходят в международное поле, каким образом они могут выходить, разные варианты этого. Мы должны выходить вместе в это поле, потому что нам нужно развивать и въездной туризм, а это только, то есть люди должны знать, в том числе наши организаторы событий должны приучать длинному планированию, то есть за полтора года, то есть переходить к этому, сейчас ты сама прекрасно знаешь, особенно выходя на зарубежный рынок, мы не можем планировать за полгода. Да, потому что событие туристическое, оно должно мыслить теми циклами, которыми мыслят туроператоры, да, и даже, тут можно было бы возразить, но вот сейчас подъем индивидуальных путешественников, ну да, хорошо, но индивидуальный путешественник, черт возьми, иностранец, он тоже мыслит годом, поэтому здесь, хотите экспорт услуг через события, будьте любезны играть по законам отрасли. Геннадий, спасибо тебе огромное, как всегда, эти 45 минут, ну на какой-то феерической, быстрой ноте промелькнули. Встретимся совсем скоро, 14 февраля. Напомню, дорогие друзья, у нас в гостях был Геннадий Шаталов, основатель премии Russian Event Awards, смотрите нас, до встречи на маршруту Гран-Тур.